всем привет про инвестиции в очередной раз распаковываем робин гуд портфель он ростовой его естественно немного потрепало как и все все ростовое в последнем квартале за последние три месяца он просел на 24 процента хотя до этого обгонял средние рынки но здесь отчаиваться не надо это волатильность портфель способен обгонять средние рынки и он это делал успешно до этого и это значит что он может и уйти на столько же процентов в минус но в среднем конечно долгосрочной перспективе ожидается эти акции естественно должны вернуть гораздо большую доходность нежели чем средний рынок здесь я все-таки сделал несколько изменений я портфель немного перепрофилировал больше такой и коммерс то есть в электронную коммерцию электронные платежи и сделал такую усиленную ставку на компанию м.д. сейчас посмотрим какие я сделал здесь перестановки в этом портфеле и все объясню 13 мая я закрыл позицию по него здесь я просто хочу вообще минимизироваться от китая в принципе как и до этого делал него это она у меня остается в принципе в основном портфеле позиция но я потихоньку тоже сокращал и у меня сейчас устраивает моя позиция по акциям него в основном портфеле а здесь я и просто решил убрать и минимизировать вообще так сказать экспо уже на китайский рынок здесь куплин я тоже продал я ожидал просадку хотя закрыл небольшом даже плюсе эту позицию я ожидал эту просадку потому что конечно на вырос очень сильно этот и т.ф. но я думаю что с этого момента еще может этот те пути немного вниз но в долгосрочной перспективе вполне возможно что эти продолжат побивать средние рынки здесь просто идея что я хочу убрать вообще какой-либо не было здесь и т.ф. он у меня есть основном портфеле и т.ф. куклина остается я его не срезал отсюда просто вырезала потому что хочу просто освободить некоторые средства на вложение в определенные акции вышел я позицию закрыл по компании докусайн здесь меня немного как бы настораживает отсутствие дирекции немного и то что очень много я стал замечать очень много появилось конкуренции докусайн последние документы я начал подписывать тоже уже другие компании выходят принципе не с неплохими продуктами по электронному документу обороту и здесь просто чисто такая позиция что история немножко начала такая развиваться не очень позитивно и насчет докусайна я ее решил пока не поздно возможно продать что я докупил я купил открыл новую позицию по shopify вообще этот портфель он больше сейчас будет гораздо больше ориентирован именно на электронную коммерцию shopify это вообще классная история компания очень быстро развивается сего довольно молодой очень талантливый си и если посмотреть вообще как растет shopify то конечно это один из лидеров вообще ростовых активов и лидеров саас и мне нравится и диверсификация по по значит по карте да то есть по географии и они охватывают практически все сферы которые не охватывает тот же самый amazon и докупил сюда то есть открыл новую позицию по селсфорс здесь тоже идея такая что все что не захватывает примеру amazon в принципе подхватывается пифа и в паре наверное с селсфорс можно так сказать я закрыл позицию по компании first solar долго я наблюдал за ней еще в 2020 году все никак они не могут на самом деле наладить хорошие прогнозы и прогнозы аналитиков конечно сходятся к тому что first solar будет очень слабый рост и естественно это не попадает под параметры ростовых активов и поэтому она отсюда на пока что уходит здесь я докупал компанию md даже два раза купал первый раз 17 мая здесь какая ставка что все таки есть нехватка вообще полупроводников и чипов на рынке она будет оставаться md за всю свою историю существования зарабатывает просто огромнейшие деньги и очень много аналитиков сходится к тому что md недооценена по темпам своего развития в данный момент она очень сильно недооценена вот прямо сейчас можно сказать что это акция должна стоить 100 долларов опять-таки рынок никому ничего не должен есть рынка есть риски понятно по компании md они сильно завязаны с тайвань семикондактор там тоже неизвестно какие могут быть разговоры между этими силу может быть они вчера буквально поссорились и разорвали какую-то сделку с тсм здесь мы конечно не можем многих моментов знать но из того что мы знаем сейчас из того что md дает какие прогнозы на этот год и из того что аналитики прогнозируют на ближайшие два-три года md недооценена вот именно прям уже сейчас поэтому я наращиваю позицию по md она остается ростовым активом потому что показатели конечно больше выше среднего рынка папе и но и растет эта компания 20-30 процентов год на данный момент зилу здесь я немножко срезал позицию зилу остается классным бизнесом практически все дома все дороги ведут на зилу до в любом случае сейчас очень большая активность на американском рынке недвижимости просто зашкаливает активность люди продают покупают просто дома улетают за два-три дня и на этом как раз таки тоже зарабатывает зилу этот момент продолжится даже если пойдет сейчас значит seller's market на рынке недвижимости вполне возможно после поднятия ставки и значит сейчас есть моратории значит на на моргидж foreclosure это означает что люди которые не платили за свой моргидж они могут в принципе продолжать не платить но как только эта моратория будет снят то появится уже сменится с селлер's market на buyers market в любом случае и в том в том маркете зилу будет зарабатывать здесь у меня такая идея и принципе компания быстро развивается я думаю что прибыль скоро скоро начнет показывать очень хорошую немного подрезал in face мне очень нравится бизнес в принципе по альтернативной энергетике очень классные продукты которые в принципе труднозаменимый конкурент практически один это solar edge и nc здесь американская компания у меня ставка на америку да то есть я живу в америке и поэтому покупаю американские только акции практически и square square я немножко подрезал мне больше нравится paypal я square меньше бизнес понимаю хотя в принципе бизнес неплохо мне нравится сиева но здесь просто немного подрезал как бы чтобы потопить некоторые позиции в которых я больше умерен карваном я тоже немного подрезал здесь история продолжается история очень классная на рынке сейчас автомобильном что происходит в америке огромная нехватка именно поддержанных машин поскольку новые машины заводы не успевает производить не то что они не успевают производить недостатки недостаточно у них чипов для производства новых машин поэтому все поддержанные машины они просто идут в цене из этого конечно еще больше зарабатывать карвана так как они в основном продают конечно поддержанные машины этот тренд продолжится наверное еще наверно год-полтора точно и карвана на этом я думаю сильно много заработает amazon я докупил соответственно здесь я как раз таки использовал некоторые деньги от продажи вот этих вот акций amazon докупил в любом случае если не знаешь что делать покупая amazon такой вот закон уже наверно работает на протяжении многих-многих лет не то чтобы я не знал что делать просто я решил что есть появились свободные средства почему бы не докупить немного акции amazon и тем более на робин гуде это можно делать фракционно и сделал вторую покупку 17 мая еще раз по компании md я увеличил позицию сейчас это самая большая позиция не не занимает конечно на огромного количества портфеля но она больше чем даже amazon позиция по компании и md ну и теперь быстро по текущему портфелю и чего очередной камень в огород робин гуда здесь очень все примитивно я вот вам даже не могу показать в процентах сколько total return можно выбрать около с прайс today's return your return в общем все очень примитивно больше для трейдеров а я здесь как бы пытаюсь какие-то портфели еще делать даже нельзя сравнить место средним рынком ничего нельзя сделать очень по робин гуд очень и очень примитивно на телефоне то же самое приложение в принципе хотя там показывает процентах не знаю почему они так делают зилу остается до в небольшом плюсе и зила будет оставаться в этом портфеле инфейс в плюсе на 133 доллара square в плюсе на 200 долларов почти square немного подрезал но я думаю история не поменяется с компанией square я думаю что разрядите с развитием электронных платежей коммерс square все-таки продолжить свой рост в какой-то момент может быть еще скорректироваться но на отрезке там два-три года я думаю мы это все все это дело по объем карваном остается да я уже объяснял это хорошая компания и зарабатывает на продаже поддержанных машин и это быстро развивается пандемия не пандемия удобно покупать машину через карман это просто удобство это то же самое как зилу мди здесь я небольшом минусе ну потому что я добавлял акции практически удвоила сейчас позицию поэтому последние дни тоже немного коррекция была здесь только как бы начала paypal оставил без изменений я ее в прошлый раз докупал и она принципе хорошую доходность показывает 282 доллара позиция добавляет adobe добавляет 116 так средненький как бы прирост но с adobe я вот лично выучил надо ждать вот эти компании adobe и amazon их просто надо ждать они могут вообще не расти полгода могут не расти год там просто выстроить на 40 50 процентов и просто ахаждах откуда этот рост на на самом деле там всего-то буквально одна-две отчетности вылазят хорошие все как бы все аналитики сразу руки вверх и начинают как бы помпить эти акции amazon дожду amazon жду и буду ждать и немного добавил сейчас уже как бы движение конечно мало за последние полгода в принципе не было никакого движения но опять-таки они в июне сейчас перенесли prime day довольно хитрый ход на самом деле скорее всего они прогнозировали что будет либо небольшое снижение ревеню во втором квартале 2021 года по отношению 2020 году во втором квартале и решили забабахать prime day на июнь для того чтобы не снизить показатели я думаю что они могут сделать два prime day теперь в один в июне будет другой осенью что-то такое ну это уже дело менеджмента они сами как бы знают что делают и я думаю что amazon не сбавит своих оборотов тем более новый сего и мне очень нравится и джесси я думаю что если он развивал также и дабл с и он возьмется с таким же напором на весь бизнес амазона то все будет нормально shopify я добавил уже не в небольшом плюсе здесь опять таки ставка на очень молодого талантливого сего и на то как вообще быстро развивается shopify и вообще ставка на электронную коммерцию crm это salesforce здесь надо ждать то же самое как сам с история amazon и adobe crm надо ждать такие компании они не будут прям сильно прям расти и волотировать но в какой-то определенный момент появится опять-таки 1 2 отчетности все схватят за голову и компания crm salesforce уже оказывается из категории там growth в категории value и ростом за четверть может там 30-40 процентов спокойно дать поэтому crm salesforce буду ждать с этой позиции меня это вообще не расстраивает как бы что она там не растет тем более только что открыл вот так то есть здесь портфель теперь сориентирован больше на и коммерс и на md и на самом деле хочу его законсервировать законсервировать хочу на год то есть я не собираюсь больше никаких обзоров делать поскольку я все-таки ожидаю скорее все будет волатильность для того чтобы самого себя и не подталкивать ни на какие изменения история хорошая всех компаний история классная надо просто ждать и буду ждать и скорее всего вернемся уже к этому портфелю еще раз через год следующей весной и действительно посмотрим как как можно держать ростовые активы что из этого может получиться но еще сделаю обзор скоро на компанию md на акции компании md как говорил питер лич акции это не лотерейные билетики за каждой акции стоит своеобразный бизнес соответственно то поведение цены на акции которые происходят в каком-то промежутке времени как правило отражает в принципе поведение самого бизнеса если мы говорим на отрезке там год хотя бы да то есть всегда прослеживаются какие-то тренды и мы немного проанализируем компанию md посмотрим на нее немного с другой стороны разберем чисто такие жеванные сырые цифры за прошлые 20 лет и что сулить может будущего у компании md такой необычный будет обзор постараюсь сделать очень интересно я думаю всем понравится всем пока доброго вечера доброе утро где бы вы не находились подписывайтесь на канал лайки дизлайки всем пока